И мы переходим к завершающему докладу и приглашаем на доклад Цибулькина Александра Владимировича. Тема доклада – проект «Трезвый город». Здравствуйте. Цибулькин Александр Владимирович, я являюсь председателем Королевского городского отделения Союза борьбы за народную трезвость. Представляю вот свой проект «Трезвый город». Содержание нашего проекта. Уроки трезвости. Сабриология. Социальные ролики проекта «Общее дело». Информационно-просветительская работа среди молодежи. Профилактика употребления алкоголя, табака и других наркотиков. Проведение различных акций. Планы проекта «Будь здоров, Королев». Благодарности и награды. Рекомендуемая литература по теме «Трезвый образ жизни». Контакты. Уроки трезвости. Сабриология. Курс лекций уроков трезвости 6 дней по 2 часа, включающий в себя демонстрацию видеолекций уроков трезвости Фахре ВВА и другие его выступления, а также выступления других сабриологов. Жданова, Майорова. Сабриология – это наука об отрезвлении общества. После просмотра видео – ответы на вопросы и дискуссия ведущего с обучающимися. Социальные ролики проекта «Общее дело». Показ видеороликов проекта «Общее дело» в школах и других учебных заведениях. Ответы на вопросы и обсуждения увиденного. От 40 минут до полутора часов. Информационно-процветительская работа среди молодежи. Просвещаем людей с помощью нашей группы «Проект «Трезвый город. Город Королев» в социальной сети ВКонтакте. Приглашаем людей в нашу группу. Рассылаем наши информационно-процветительские материалы в интернете. Раздаем листовки, буклеты, приглашения и другие информационно-процветительские материалы. Профилактика. Продолжение наших трезвых тем на этих мероприятиях. Проведение различных акций. Проведение акций «Контрольная закупка», «Расклейка» информационно-процветительских материалов, проведение информационно-процветительских митингов, «Трезвость – норма жизни», проведение информационно-процветительских семинаров, патрулирование, составление петиций, обращений по разным темам, проведение антиалкогольных, антитабачных и антинаркотических рейдов, массовые рассылки по интернету, телефонам, почтам наших материалов и приглашение присоединиться к нам и поучаствовать в наших мероприятиях, пройти обучение. Наши планы. Расширение уроков трезвости, проведение наших уроков для других групп граждан. Открытие трезвого кафе с названиями типа «Островок трезвости», «Тихая гавань», «Трезвый уголок», «Клуб трезвости». Открытие трезвого магазина, в котором будет продаваться все необходимое и не будут продаваться алкогольные, табачные и прочие наркотические яды. Открытие трезвого пансионата, место отдыха для нормальных трезвых людей. Основание закрытой территории с домом или домами и участками земли для жизни всегда нормальных, всегда трезвых людей. Закрытый трезвый мир. Организация и участие в проекте «Будь здоров, Королев!» совместно с Центром молодежных инициатив города Королева. План проекта «Будь здоров, Королев!» состоит из двух проектов. Это проект «Здоровый Королев!» и мой проект «Трезвый город». В рамках этих проектов планируются следующие мероприятия. Конференции, онлайн-лекции, дискуссии, викторины, конкурсы, спортивные соревнования, деловые игры, рабочие встречи, уроки трезвости, проведение антиалкогольных, антитабачных и антинаркотических рейдов. Благодарности и награды. Пока что у меня одна благодарность, полученная в прошлом году, в декабре месяце, за активное сотрудничество, личный вклад в развитие молодежной политики города Королева, а Центр молодежных инициатив города Королева, за подписью генерального директора Ирины Владимировны Кировой. Рады стараться, будем стараться в следующем году провести больше совместных мероприятий и сделав их более масштабными и интересными. Рекомендуемая литература по теме трезвого образа жизни. Первая книга — это «Сабриология. Наука об отрезвлении общества». Вторая книга — это «Оружие геноцида. Самоубийство людей и его механизмы». Третья книга — это «Алкогольный террор» Владимира Георгиевича Жданова. Четвертая книга — это «Великая алкогольная война против России», тоже Владимира Георгиевича Жданова. И учебники — это «Уроки культуры и здоровья». Официальные учебники для седьмых-одиннадцатых классов. Четыре книги. Вот, собственно, все. У меня вот мои контакты моего проекта, мои личные. Телефон, WhatsApp, электронная почта, группа наша ВКонтакте. Все, доклад закончил. Спасибо большое, Александр Владимирович. Уважаемые члены комиссии, вопросы? Да, у меня вопрос. Можно? Скажите, пожалуйста, вот у вас такой интересный проект. А кто же реализует этот проект? Вы в одиночестве или у вас есть команда? К сожалению, у меня есть, конечно, много знакомых, товарищей, которые ведут тоже трезвый образ жизни. Но они по разным причинам не могут что-либо активно действовать. Кто-то занят на работе, у кого-то еще какие-то другие заняты. То есть у нас не коммерческий проект, нам за это никто денег не платит, нас никто не финансируется. Поэтому я вот сам пытаюсь всем этим заниматься. Ну, я думаю, что вы нашли какой-то отклик у администрации города. Вы как бы рассказывали о своем проекте, о своих планах. Я рассказывал о своем проекте, но сейчас вот, например, у Комитета по молодежной политике города Королева они не хотят со мной сотрудничать. Вот я начинал... Ну, причины такие, что у них, так скажем, насколько мне объяснили, что у них только положительная повестка дня. То есть, а у меня такая отрицательная, и у меня такая подача, что вот нужно большое время. Они считают, что дети и более старшие учащиеся, они не смогут концентрировать внимание на 40 минут, полтора часа. То есть вот такие вот были претензии, так скажем. Спасибо. Спасибо большое. Иван Степанович. Можно мне несколько вопросов? Александр, скажите, пожалуйста, что явилось основой определить, что город Королев является объектом исследований, как назвали его, не знаю, переход на трезвый город, именно Королев. Вы проводили исследования какие-то, там, не знаю, 10-20 лет, и определили, что данный город, он является вот как бы пилотным для реализации вашего проекта. Нет, я просто сам живу в городе Королеве, поэтому проекты относятся, я его отнес к городу Королеву. То есть я в нем занимаюсь уже с 2007 года, я занимаюсь пропагандой трезвого образа жизни в городе Королеве. Это королев, это основа. Вы что, проводили какие-то исследования и определили, что уровень трезвости, он падает? Нет, тут не знаю. Это задача моя, чтобы город стал трезвым. Поэтому так называется проект. Понятно. А на сегодняшний день он еще стремится только? На сегодняшний день мне даже, я даже не могу вам сказать, что откуда, где мне взять эти показания, что кто со мной будет сотрудничать и кто мне даст данные, данные, потому что какой уровень употребления алкоголь, табака и других наркотиков. У меня нет этих данных. Да, ну то есть по наркотикам, наверное, у наркологического диспансера есть данные. Но у меня их нету, к сожалению. И со мной, я как и сказал, что сотрудничества особого нету с официальными структурами. Короче, ваш проект – это проект на бумаге. Это ваши мысли на бумаге высказаны. Потому что я понимаю, если бы был какой-то анализ, какое-то исследование за 10 лет, да, больший период какой-то, и вы пришли к такому выводу, что городу непосредственно желательно перейти к вот такому существованию, как трезвый город. Но тогда чем вы можете апеллировать к администрации, чтобы они вас выделили какие-то ассигнования на это, способствовали реализации этого проекта? У нас по всей России... Доказательную базу должны привести? У нас по всей России очень плачевное состояние по отношению к употреблению алкоголя, табака и других наркотиков. Огромная смертность от алкоголя, табака и других наркотиков. И наш город Королев, я думаю, в этом не исключение. Исключение там максимум в Чечне, и в еще каких-то малых областях, где сами... У нас наша Московская область не является исключением. Огромная смертность. Употребление алкоголя у нас в стране... Александр Владимирович, вопрос о том, что на основе таких эмпирических данных вы сделали такой вывод. Хорошо. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Да, можем ли мы задать вопрос еще раз? Да, да, да. У вас на одном из предыдущих слайдов было пояснение трезвых нормальных людей. А что нетрезвый, ненормальный, значит? Почему вы по такому критерию оцениваете людей? Ну, есть такая... Вот есть Всемирная организация здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения есть заболевания. То есть и там есть определение того, что считать нормальным, что нет. И в списках психических заболеваний там есть то, что алкогольная наркомания, табачная наркомания. Это все в списке психических заболеваний. И там в аннотации, кого считать алкогольным наркоманом, там просто написано, что человек, употребляющий алкогольные яды. Это человек, к сожалению, с расстройством вот таким-то, таким-то, это алкогольная наркомания. То есть это ненормально. И Всемирная организация здравоохранения у них все это перечислено как психические заболевания. Поэтому я и говорю, что трезвые люди – это нормальные люди. А от психических заболеваний нужно избавляться. Спасибо большое за ответ. Мы продолжим с вами дискуссию, но, к сожалению, регламент, боюсь, нам не позволит. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Да, достаточно. Спасибо большое за защиту. Александр Владимирович, Ваша защита завершена. Спасибо.